В совершении убийства 11-летней девочки обвиняется гражданин России, проживавший в Карасузском районе Кустанайской области. Преступление, согласно версии обвинения, было совершено в состоянии алкогольного опьянения, но после, чтобы скрыть следы, обвиняемый пронес тело ребенка более километра. На скамье подсудимых 46-летний гражданин Российской Федерации Павел Чехов. Последние пару лет он проживал в Карасузском районе у родителей. Периодически работал, часто выпивал. Там же он встретился со старой знакомой, с которой у него возникли интимные отношения. В мае на празднование дня рождения подруги, по материалам дела, Чехов приехал уже изрядно выпив. Описание того, как, сколько и с кем, почти за двое суток он выпил еще, у государственного обвинителя заняло более пяти минут. Все это время в доме и рядом присутствовала 11-летняя дочь его женщины. Подруга мужчины после уехала в Кустанай, наказав соседке присмотреть за дочерью и не убедившись, что Чехов покинул ее дом. Однако тот просто отсыпался в одной из комнат до наступления 24-х часов 20-го мая. Чехов, проснувшись в состоянии алкогольного обвинения с целью удовлетворения своей плохой страсти, думая в связи с пьяным и сонным состоянием, что Ефимова находится дома, и желая вступить с ней в полную связь, направился в комнату малолетней лапки, которая в этот момент спала у себя в комнате на кровати. При этом думает, что идет к Ефимову. После чего Чехов, присев на край кровати, просунул руку под одеяло свящий малолетний лапки, который при постановлении рук Чехова проснулся и стал отвечать Чехову, «Дядя Паша, что вы делаете?» После этого Чехов, согласно версии обвинения, обхватил девочку руками и душил, пока она не задохнулась. Насколько он был пьян в тот момент, в материалах дела не сказано, но мужчина смог решить, что от тела надо избавиться. Тут же ночь Чехов на плече отнес труп малолетней лапки, степь на расстоянии примерно 1 км от села Восток, где положил его на землю, а после цели вышли на введение следствия на ложный путь, выкинул шлепки синего цвета малолетней лапки, часть села, расположенную через несколько улиц от дома Ефимова. Девочку тогда искали почти сутки. Подозреваемого задержали на следующий день. Главное судебное разбирательство состоится в ближайшие дни. Очередную особо крупную партию наркотиков задержали кустанайские полицейские. Напомню, в связи с проведением операции «Кокнар» МАК-2018, борцы с наркобизнесом работают в усиленном режиме. Сотрудниками группы по борьбе с наркобизнесом ОВД Кустанайского района была остановлена автомашина ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего мужчины. Далее, в ходе осмотра автомашины в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет. В пакете находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом более двух килограммов. Задержанный пояснил полицейским, что хранил ее для личного употребления. Далее он говорит, что, как и обычно, шел-шел и нашел. Более двух килограммов наркотиков, мне кажется, на улице, на дороге не валяется. И в Рудном полицейске также была остановлена машина ВАЗ-2112, у пассажира которой был найден сверток с веществом бежевого цвета. Оно принадлежало пассажиру этой машины. Общий вес является 1,98 грамм, что является особо крупным. По данным фактам, в настоящее время ведется досудебное расследование по статье «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере». За 39 дней проведения операции Кокнар 2018 сотрудниками полиции было выявлено 84 права нарушений, связанных с наркотиками. Это в том числе 16 фактов сбыта и общий вес изъятых наркотиков составил около 9 килограмм. Экстренную медицинскую помощь жителю Москвы, который перенес инфаркт на улице Рудного, смогли оказать сотрудники местной полиции. Об этом стало известно из направленной ВДВД региона благодарности от родственников спасенного мужчины. Сотрудники местной полицейской службы УВД Рудного Максуд Досыбаев и Рамзан Тимухаев патрулировали улицы города и на Парковой увидели лежащего на асфальте мужчину. Думали приступ эпилепсии, но оказалось, что в ходе медицинской помощи у него отказала правая сторона. Сразу поняли, что у него инсульт сватил. Полицейские вызвали скорую помощь, но когда увидели, что мужчине становится хуже с каждой минутой, решили сами доставить его в больницу. Госпитализировав пострадавшего, полицейские узнали, что у него случился еще и инфаркт. Сейчас он находится в реанимации, но его родственники все равно благодарны полицейским, о чем они и сообщили в письме начальнику ВДВД региона. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Продолжаем выпуск. Жители трех сел в Миндагаринском районе опасаются, что могут остаться без школы. Дело в том, что учебное здание в селе Ивановка, куда возят детей еще и из сел Чернышевка и Красносельская, сгорело в начале этого года. А восстановительные работы все еще не начались. В ситуации разбиралась Татьяна Калюжная. Здесь вот сосны вот так росли, буквы «П» тоже там сзади сосны такие высокие, уже большие были. Ольга Киямова показывает нам здание школы, закрытой четыре года назад в селе Чернышевка Миндагаринского района. Часть здания – деревянные перегородки, стены здесь уже разобрали. Школа была построена в 1954 году. Сначала она была основной, а больше десяти лет назад стала лишь начальной. Когда детей стало не хватать, ее и вовсе закрыли. Закрыли и стали нас возить в Ивановку. Вообще говорили, что наши дети дадут в интернат, в Боровской интернаты живут, санаторский интернат, там дети учатся, там переполнено, там красная звезда где-то есть. Но в интернат детей давать маленьких, вы сами поймите, это же умывать, одевать, заплетать, все надо. Теперь у нас детки учатся с трех школ. Красносельский, вот здесь наш, Чернышевка, Ивановка, 6 километров отсюда. Зданию в школе в Ивановке 135 лет. В прошлом году здесь сделали частичный ремонт и пристроили еще два класса. Но 1 января этого года утром в школе в Ивановке начался пожар. Полностью сгорела крыша и часть здания, а всю мебель и инвентарь местные жители успели спасти. Теперь люди беспокоятся, где будут учиться их дети. И до начала учебного года осталось почти полтора месяца, а восстановительные работы не начались до сих пор. Мы ездили в Нур-Атан, к сельскому Акиму, к районному Акиму. Везде нам пообещали, что 1 сентября мы будем учиться в нашей обновленной школе. Ну, приезжали они сюда, собирали крестьян, просили помощи у них. Ну, как мы видим, пока ничего, никаких движений, никаких действий. Это у нас Ивановская начальная школа. В связи с пожаром 1 января нам крестьянское хозяйство Бекер Сергей Андреевич предоставили вот это приспособленное помещение. В прошлый учебный год ученики начальной школы, их всего 18 человек, заканчивали вот в этом доме. Изначально он был предусмотрен для молодых специалистов с хорошим ремонтом и отоплением. Здесь четыре комнаты. Обучить сразу всех учителя не могли. Это у нас небольшой кабинет, можно сказать, первого класса, второго класса. В связи с пожаром у нас получилось так, что дети занимались в две смены. Первая смена занималась с полдевятого до полпервого. Здесь стояли парты в ряд. Мы сделали доску. И получается, во вторую смену, по второму уже приходил второй класс, и они занимались до вечера. В Акимате Первомайского сельского округа, к которому относится школа в Ивановке, подчеркивает, люди беспокоятся зря. Школу полностью восстановят. На это уже выделены деньги больше 6 миллионов тенге. Можно сказать, что уже приступили, потому что линоли мы там уже сняли. Окна пластиковые заказали. Уже ждем конкурс. Составили у нас мета на ремонт. Побрали крестьянские хозяйства, которые там живут и работают в Ивановке. И с ними договоренность. В общем, часть затрат по восстановлению берет на себя бюджет, часть берет на себя крестьянские хозяйства. По словам Акима сельского округа, Акимат ждет и объявления конкурса на проведение государственных закупок строительных материалов. Школу в Ивановке, подчеркиваю, Аким, они намерены открыть уже 1 сентября. Монорвег Касколов и Татьяна Калюжная. РТН. Медагаринский район. Кустанайские многоэтажки обрели собственные почтовые индексы. Современные таблички с QR-кодами появились уже на трех сотнях домов. Благодаря умному штрих-коду любой может узнать, какой врач, какой полицейский, электрик и даже сантехник обслуживает этот дом. И это, говорят авторы проекта, только начало. Андрей Деменок протестировал цифровое нововведение. На смену нанесенным распылителем цифрам и металлическим табличкам еще советских времен приходят современные указатели с QR-кодом. QR в переводе с английского – быстрый отклик. Быстрый, поскольку расшифровать его можно за несколько секунд. Достаточно иметь мобильный телефон, в котором установлено специальное приложение, несколько манипуляций и уже через мгновение на вашем телефоне вся необходимая информация, в данном случае, по этому дому. Таблички с QR-кодом на жилых домах Кустаная начали устанавливать с начала июля. На сегодня они красуются на фасадах трех сотен многоэтажек. О функционале новых указателей рассказывают одни из инициаторов проекта. ПКСК какой? То есть его контакт данный часковый. То есть можно добавлять здесь полицейский, электрик, сантехник. Мы, как разработчики данной программы освещения, в дальнейшем планируем, чтобы жители домов могли и проводить оплату коммунальных услуг. То есть человек, не выходя из дома, мог полностью знать всю подноготную свою дома, когда там воду отключат, когда включат. Кустанай – третий город после Астаны и Ак-Тубе, где начали устанавливать подобные таблички. В перспективе, говорят инициаторы проекта, нововведение даже позволит оценивать работу коммунальных служб. В дальнейшем у КСК будет идти рейтинг, кто лучше, кто хуже. Сколько обращений было, сколько реагировали. И, соответственно, выставление отчетности. Это просмотр как жителей домов этих, так и, соответственно, контролирующих органов. Также ожидается, что в перспективе новшество станет частью приложения «Смарт Кустанай». Всего в областном центре таблички с QR-кодом должны появиться на полутора тысячах зданий. Как быстро эта работа будет проделана, зависит от финансирования. Дмитрий Гуренко, Андрей Деменок, РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.